здравствуйте всем кто смотрит это все дело на стриме здравствуйте тем кто смотрит это все дело в записи на основном канале потом будет нарезка этого самого стрима в общем то все сделаем чтобы это аккуратненький гайди какой-то был сейчас же если у кого-то вдруг есть какие-то вопросы все можно сразу же спросить я на все отвечу ну разумеется что знаю вот музяки сегодня не будет потому что надо будет потом ролик делать в общем то не хочу ничего накладывать точнее потом все это сделаю здравствуйте андрей соответственно очень давно меня просили сделать гайд по комбинированию маршрута по перекресткам на хрена но надо все и так далее поэтому я в общем то даже записал этот гайд но все вы знаете что у меня немножко картинка звук в норме спасибо все вы знаете что последнее что-то как-то запорол звук на последних там трех сериях обзор который на свапу был последний там запороты был общем-то одну серию решил таймлапсом пустить а гайд с таким звуком выпускать мне кардинально не хотелось поэтому имеем то что имеем вот но сейчас на стриме собственно повторим все мною уже один раз записанная но запорота и соответственно друзья с чего мы начнем первое комбинирование маршрутов давайте мы еще один какой-нибудь маршрут запишем просто чтобы он был вот такой и сохраним его 56 соответственно в кнопке где загрузить маршрут у нас есть две кнопки для загрузки маршрута один загрузил загрузить маршрут объединить загруженным маршрутом 2 присоединить маршрут в конец обычно все в общем-то пользуются присоединить маршрут в конец то есть когда мы например соломы убираем или что-нибудь в этом духе для сейлки например на заправку мы присоединяем конец маршрута в общем то есть у нас при записи маршрутов кнопка перекресток вот она вот называется пересечение называется до пересечения но в простонародье перекресток. Она посреди маршрута ставит пересечения. На самом деле эти пересечения ставятся не только там где мы их ставим. То есть мы его можем поставить вот сюда и маршрут завершить. На самом деле это пересечение ставится еще в начале. На самом деле этот перекресток он все равно есть. В начале он ставится автоматически. Нет, наверное лучше все-таки объяснить по старой схеме, по которой я и планировал. В этом всем нам поможет Paint. Так будет немножко проще. В общем-то есть у нас допустим вот один маршрут от начала до конца. Вот здесь у нас Start, здесь у нас Finish маршрута. И есть у нас еще вот такой маршрут. Допустим здесь тоже Start, а здесь у нас будет Finish. Извините, я по-другому не знаю как объяснить, поэтому будет проще так. Если мы соответственно запустим комбинацию этих маршрутов, то есть вот этой вот самой кнопкой добавить в конец, которая идет присоединить маршрут в конец. Вот если мы второй кнопкой запустим сначала вот этот маршрут а потом вот этот он соответственно проедет этот маршрут так как мы его записали потом по кратчайшему пути доедет до стартовой точки и поедет этот маршрут и здесь в итоге остановится вот это будет его финишная точка спасибо half огромное после всего этого у нас есть вариант поставить перекресток например вот сюда вот крестиком пускай будет обозначен опять-таки если мы загрузим присоединить маршрут конец он его проедет полностью если же мы загружаем комбинирование маршрутов через скажем так первой кнопочкой объединить маршруты вот это вот первая кнопка то соответственно он у нас доедет до ближайшего перекрестка и поедет к ближайшему перекрестку 2 маршрута который к нему будет но так как на старте у нас есть уже этот ближайший перекресток он соответственно поедет к нему то есть маршрут будет выглядеть вот отсюда поедет сюда по кратчайшему пути и поедет к финишу допустим нас есть маршрут еще вот такой тоже старт финиш будет допустим и вот здесь вот у нас есть перекресток на этом маршруте соответственно при загрузке маршрута присоединить в конец если мы будем второй кнопкой загружать он проезжает вот этот первый маршрут потом едет к стартовой точке по ближайшему пути и едет туда потом проезжает этот маршрут финиш все равно будет здесь если же мы загружаем это все дело через первую кнопку то он доезжает до первого перекрестка потом он смотрит где какой перекресток к нему ближе вот этот или кнопка старта но в данном случае разумеется вот этот перекресток будет к нему ближе он поедет по кратчайшему пути сюда и поедет дальше по этому маршруту для чего это вообще может использоваться например ну вот я например использовал это для бга для выгрузки в разные ямы давайте мы это все дело сотрем и попробую объяснить немножко по-другому соответственно есть у нас например вот условно так есть дайте мне кисть есть у нас условно не знаю поле или склад допустим поле есть у нас яма бга 1 яма 2 яма 3 мы можем записать три разных маршрута чтобы с поля ездили в эти три ямы но мы можем записать один маршрут и на комбинировать их с разной точкой выгрузки то есть например мы пишем отсюда маршрут старт финиш сюда маршрут далее мы пишем маршрут разумеется что он обратно ехал старт финиш и также пишем три разных маршрута на три ямы и тогда просто их объединяем все будет работать можно сделать немножко попроще но или посложнее я не знаю как кому кажется вот это вот дело стираем и записываем один маршрут вот такой вот сюда лепим перекресток и сюда лепим перекресток соответственно при комбинировании маршрутов потом мы от старта едем до этого перекрестка загружаем маршрут на разгрузку в яму например первую то есть он соответственно приезжает разгружается ну маршруты в яму они разумеется кольцевые должны быть все то есть вот так вот они должны быть пожимой художник из меня так себе соответственно он едет вот сюда доезжает до перекрестка мы загружаем этот маршрут после этого он разгружается в любой из ям после чего едет во второй перекресток и едет к финишу вроде как все просто давайте друзья вернемся в игру Это может быть и не знаю, вот например у нас есть поле, условно еще одно, есть склад соломы в одном месте, который находится и есть склад для пшеницы. То есть мы запускаем опять-таки по маршруту доставки наш ман, который будет возить, ну или трактор, не важно, который будет сюда ездить. Вот у него маршрут будет старт-финиш, условно. Вот, соответственно здесь тоже надо будет влепить два перекрестка и соответственно трактор, который будет у нас ездить, возить пшеницу, будет ездить вот сюда, возвращаться потом обратно. А трактор, который будет возить солому, будет ездить вот сюда и потом возвращаться в разные триггеры. То есть это немножко сэкономит нам время. Вот, ладно, давайте вернемся в принципе в игру. Вот это дело мы нахрен сейчас закроем. Вот, и сотрем эти маршруты нахрен. И опять-таки то, что я рисовал, сейчас рассмотрим на бумажке. То есть есть у нас вот первый маршрут. Давайте проедем через все поле. Посередине влепим перекресток и проведем его сюда. Вот у нас такой получился. Справа у меня показывает, как он выглядит. Мы его тоже сохраним под номером 1, 2, 3, 4, 5. И запишем второй маршрут, который будет у нас вот отсюда и в другой. Ну, в общем-то, крест-накрест. И здесь тоже влепим перекресток под конец. Это, конечно, все условно. И он у нас будет вот так называться. Сбрасываем это все дело. И опять-таки на примере. Если мы запускаем первый маршрут и добавляем второй в конец. Вот он у нас стартует из первой точки. Потом по кратчайшему пути едет на старт второй точки. Ну, второго маршрута. На старт второго маршрута. Если же мы запустим это все делать через комбинирование. То вот он доезжает до перекрестка. И потом по кратчайшему пути едет к ближайшему перекрестку, который идет второго маршрута. давайте сейчас посмотрим на живом примере для того чтобы вот на примере силоса это все дело и показать важно кстати друзья понимать еще одну вещь один аспект кстати про который я забыл сказать смотрите мы записываем маршрут и допустим у нас условно перекресток будет вот здесь давайте сделаем так что мы их видели всегда ну и потом он куда-то там никуда поехал тоже сохраним это 333 пускай будет и начинаем записывать второй маршрут который там куда-нибудь тоже условно ездит вот отсюда и он там едет в другую точку допустим тоже все это дело сохраним смотрите какой есть может получиться неприятный момент мы запускаем 1 маршрут комбинируем его со вторым и мы поставили точку до перекрестка то есть ему нужно ехать назад видите здесь петля получается это очень некрасиво поэтому ставьте вот эти вот перекрестки чтобы вы их видели и подъезжайте скажем так за них или до них в зависимости от того откуда вы начинаете маршрут что вы видели где у вас стоит перекресток другой это делается вот вот здесь вот соответственно пока у нас тут все дело спеет давайте запишем маршрут на бга который поедет где у нас супер бога находится блин далеко у нас пока находится ну ладно начинаем запись маршрута едем к бга вот подъезжаем мы соответственно к бга и теперь у нас есть тут до хренища ям и чтобы не мучиться с ними не писать этот маршрут 500 раз мы запишем его один раз правда сюда все равно потом надо будет вернуться в общем то на въезде в бы к бга мы ставим перекресток и соответственно дальше мы можем просто выехать но я проеду через первую яму которую он будет выгружаться на выезде с бга мы ставим еще один перекресток обязательно у нас уже ночь наступает нехорошо и в общем то возвращаемся обратно возвращаемся обратно в эту же точку но этот маршрут сохраняем как не знаю поле бга 1 вот так нормально на самом деле нам надо опять-таки вернуться на грамм чтобы записать там маршрут на выгрузку другие ямы все равно туда придется съездить возвращаемся мы обратно на бга и соответственно включаем здесь опять-таки видимость перекресток чтобы видеть откуда мы это все сделали теперь мы обязательно за перекрестком за ним потому что и когда трактор попадет к этому первому перекрестку он поедет ко второму маршруту с ближайшей но по кратчайшему маршруту и надо сделать так чтобы он не назад ехал пишем в общем то теперь а маршрут через вторую яму теперь на выезде обязательно до перекрестка чем ближе тем лучше но на обязательно до него мы этот маршрут прерываем соответственно обзываем его например бга 2 теперь его можно сбросить и можно даже через третью яму еще например записать то же самое абсолютно опять-таки надо запомнить что у нас первый перекресток это тот который с первого маршрута вот здесь вот висит после него мы начинаем запись маршрута например на третью яму или на самую последнюю можно можно на все так сделать и опять-таки до вот этого перекрестка заранее мы этот маршрут прерываем и сохраняем его например bga 6 до или bga 3 пускай хрен с ним вот теперь же когда мы комбинируем все эти маршруты вот у нас поле bga 1 bga 2 и bga 3 если мы загружаем поле поле bga поле до поле bga 1 то видим что у нас едет на bga и через первую яму здесь проезжает если мы же если же мы комбинируем его с поле bga 2 то он уже едет через вторую яму правда у него здесь появляется конец маршрута и надо ему добавить еще чтоб он вернулся еще раз загрузить поле bga 1 вот он соответственно едет с поля заезжает на bga проезжая через вторую яму то же самое будет работать если мы загрузим bga 3 вот он поедет через третью я хотя по сути дела мы один раз всего лишь проехали в общем то как то так это примерно и работает то же самое на выгрузку на загрузку например вот вот на свапе агро у нас есть два бункера в одном хранится трава в другом хранится сечка и там на ферментатор на bga возить и из этих бункеров тоже делаем сначала два маленьких маршрутика на точку загрузки и потом соответственно один общий маршрут который будет вести это все дело к ферментатору или на bga или куда бы то ни было вот как то так в общем то друзья я из этого сделаю нарезку и залью это все дело на основной канал так что в общем то кому это помогло ставим лайк привет понятно и доходчиво привет с алексей спасибо в общем то с вами был никита дилей подписывайтесь на канал подписывайтесь на лайв канал на этом все всем спасибо за внимание всем пока